Ближайшие соратники господина Юмодилова, по-моему, уже начинают его тихонько сливать. Сын Юмодилова и вообще вся эта история, она, в общем-то, уже составляет для них определенную угрозу. Соответственно, похоже, что сливают они Юмодилова. Позавчера, 26 декабря, состоялось второе заседание по делу Буркин против адвокатской палаты. Уже было рассмотрение по существу, и заседание было очень примечательным. На стороне ИСА еще подавцы имеются? Мы только, в вашу честь, единственное, чтобы потом не утруждать. Если наши оппоненты не оспаривают факт того, что член квалификационной комиссии, который не имел стажа, уже исключен, то мы не будем просить и стребовать дополнительные документы. Если вы оспариваетесь, то попросим суд, если уже будет отложение, предстоять дополнительные документы в подтверждение того, что этот член исключен из квалификационной комиссии. На данный момент рассмотрения? Ну, это даже исключено. Самое главное, что я для себя вынес из этого заседания, это то, что, условно говоря, ближайшие соратники господина Юмадилова, по-моему, уже начинают его тихонько сливать. Со стороны ответчика в суде присутствовали аж целых два вице-президента адвокатской палаты, это господин Махмутов и господин Пыжов, которые вели себя достаточно странно, на самом деле, для таких многоопытных адвокатов. Судья сделал даже замечание господину Махмутову, что он начинает прение в неположенный момент, хотя уж при его опыте, наверное, надо знать, когда можно припираться, а когда нельзя припираться в суде. После федерального закона, если обраничение президента палаты, вы можете узнать. У вас срок подряд. А что я имею в виду? Веден, вы что, на государственном реестре юридических лиц, посмотрите, вам будет. Вечер, давайте не будем переговариваться, здесь вот устраивает базарь. Я пока этот вопрос вам не переадресовала. Они охотно согласились на требования противоположной стороны о том, что нужно предоставить доказательство легитимности Юмадилову. То есть, всячески показывали со своей стороны то, что они, в общем-то, ну, как-то даже безразличны к тому, что дальше ждет господин Юмадилов и его сын, и вообще всю эту конструкцию, лишь бы это не коснулось их самих. Ранее озвучено ходатайство о предоставлении времени для корректировки позиций с учетом дополнения новых ходатайств и доказательств. Учитывая, что у нас уступило уточнение к столовому заявлению, и ответчик у нас просит о дополнительном времени, а также разникло необходимость воскрепления данных доказательств, и ответчик к путем внесения протокола судебного заседания, когда вы вас предоставите, если вы отказались, если необходимо, то сделают оформленный списочный запрос. Да, история, конечно, полна примеров того, как свита предает своего господину, и вот у меня такое ощущение, что сейчас как раз примерно такая же история происходит в адвокатской палате, потому что все там, ну, высоко поставленные, условно говоря, фигуры этой палаты начинают понимать, что Юмадилов, сын Юмадилова и вообще вся эта история, она, в общем-то, уже составляет для них определенную угрозу, угрозу того, что вся эта система начнет разрушаться и похоронят под своими обломками, в том числе и их. А господину Махмутову, как потомственному президенту, может быть, потенциальному президенту адвокатской палаты, мы помним, что папа у него тоже был президент адвокатской палаты, ему не улыбается, конечно, такая перспектива, потому что, может быть, не сейчас, но потом он все-таки лелеял эту мечту о том, чтобы стать президентом этой палаты. Соответственно, похоже, что сливают они Юмадилова. Ну, в общем, на 9 января назначено следующее слушание в суде. Я думаю, что рано или поздно суд, ну, или это уфимская будет инстанция, или, может быть, там уже московская, но суд все равно примет совершенно логичное решение об отмене решения, значит, снятия статуса с Виталия, потому что тот комплект нарушений, который был допущен этими товарищами, ну, он вообще другого варианта решения не предусматривает, потому что они нарушили массу законов, норм, правил и так далее. То есть тут вариантов нет, вопрос времени. Ну, посмотрим 9 января, новый суд, будем слушать, смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok